Начинает программировать PHP. Ну, на самом деле, тема не столько посвящена PHP, а сколько вообще, в принципе, разумности использования тех или иных языков и прочих технологий в контексте разных задач. Вот об этом как раз хотел поговорить, потому что нередко слышно от разных людей, что там «Вот, MySQL — это такое дерьмо», или там «Java — это так сложно», или там «Я ненавижу .NET», или «Microsoft — это sucks». Вот, все это слова, потому что, ну, я считаю, что нет плохих технологий, они все хорошие и нужные, и создавались с какой-то конкретной целью. Просто есть плохие практики, где они, ну, и неправильно используются. Практики использованы именно. То есть, ну, о себе немножко расскажу. Я софтварь-девелопер, работаю в фирме Seven, специализируюсь на серверах и, как бы, в веб-приложениях. Занимаюсь разработкой с 2000 года, и с 2003 года я работаю, можно сказать, в крупных компаниях. Ну, и сегодня у меня дьюбилд. Я первый раз выступаю. То есть, накопилось, накипело. Не могу больше держать это в себе. Как вы часто видели такую картину у себя на работе? Ну, это, конечно, метафора, но я думаю, что встречал каждый такое. Еще можно микроскоп. Да. Можно, конечно, забить гвоздь отверткой, но это неэффективно. Вы затратите слишком много усилий, и результат будет менее чем удовлетворительный. Причем, неэффективно, неправильно, это не всегда одно и то же. Потому что можно той же отверткой, например, раскрепить скрепку в тетрадке или достать мелкий предмет. То есть, вроде не по назначению, но эффективно. Поэтому иногда можно использовать не по назначению какие-то инструменты и прочие вещи. Но давайте вернемся к нашим девелоперским реалиям. И подумаем, как вообще появляются примеры плохих практик. А появляются они очень просто. Ну, вообще, за годы своей работы в разных крупных компаниях я заметил такую тенденцию, что чем крупнее компания, тем менее эффективно используются многие технологии, инструменты и подходы к разработке. Это связано с тем, что в крупных компаниях все движется намного медленнее. Намного больше всяких легоси вещей, которые, может быть, даже остались с прошлого состава. Но, может быть, там уже сменилось не одно поколение разработчиков и тянутся за собой многие технологии. И, может быть, они уже используются не для того, чего нужно, а просто используются, потому что они использовались раньше. То есть, ну, вот такое у меня наблюдение. Часто это еще связано с тем, что используют, выбирают не те, кто может это сделать правильно. Потому что зачастую это используют, то есть выбирают не те, кто будет это использовать. То есть не сами девелоперы, а может быть начальство, может быть вообще это навязывают, там заказчики или еще кто-то. И, не обладая нужной экспертизой, они выбирают то, что им предложат в сейлз. То есть пришел в сейлз и говорит, я вам при помощи вот этого мультитура решу все ваши проблемы. Ну, директор поковырялся в голове и говорит, да, конечно, если вы решите эту проблему, я ее куплю, и у меня все будут пользоваться, они будут, я их заставлю. Ну, и, конечно, девелоперы в такой компании несчастны. Вот. Компания в итоге работает неэффективно, и потом появляется много вот и факт. Вот. Очень часто новые вещи внедряются по-своему. Когда посмотрел, да, какая-то вещь, но мы ее используем по-своему. И тогда получается, что вещь не приносит те результаты, которые от нее ожидают. Вот. Ну, и самая ужасная вещь, это моды на технологии. То есть многие компании, ну, наверное, и ваши тоже, стремятся быть всегда в ногу со временем, всегда используют все модные технологии. Что там сегодня модно? Oracle, да, мы будем использовать Oracle, там что-то еще. Мы будем использовать это тоже, потому что это модно, потому что это все используют. Но на самом деле это самая ужасная вещь. Потому что, например, я часто раньше слышал, а вот типа в компании там рога и копыта, мы используем agile. Давайте мы тоже будем использовать agile. И тут… Я думаю, это знакомо многим. И тут начинается повсеместное внедрение agile. Мы все становимся агильными, мы очень гибкие, мы можем все делать гибко. Проходит полгода, а результат не меняется почему-то. То есть как работали, так и работаем. Тут приходит директор и говорит, что за фигня? Я тут внедрил, зовут консультантов, консультанты им там устраивают колитусы. И опять ничего не меняется. То есть затрачено куча денег, нервов, а ничего не поменялось. Потому что нужно подумать вообще, а подходит ли вам agile разработка-то. Есть еще одна проблема, это когда мы внедряем новые вещи, не переоцениваем старые. То есть, например, у нас был какой-то инструмент, например, там, не знаю, для обмена какой-нибудь документации. Мы новый инструмент какой-то внедрили, но оказалось, что он пересекается с каким-то инструментом по функциональностям, который у нас был раньше. И может случиться такая ситуация, что часть персонала вот в этой пересекающейся области пользуется старым инструментом, а часть уже перешла на новым. И тогда начинается нереальный бардак, потому что вам уже нужно влазить в два инструмента, чтобы найти то, что вам нужно. Это тоже как бы компания работает менее эффективно в связи с этим. Ну и чисто мое наблюдение, это любыми вещами, это ваши или вашего начальства. То есть, у вас там такой начальник, который много знает, когда-то сам был девелопером, может, пробился в менеджер или в директора. И он по старинке думает, что вот, у меня есть любимая вещь, которая там решил кучу проблем, и сейчас она, эта вещь решит там все остальные проблемы. И как бы девелоперов, он не слушает и говорит, что вот пользуйся этим, и все будет круто. Это, конечно, не так, потому что меняются реквайрменты, меняется наш вообще мир, и нужно пересматривать любимые вещи. Вообще, в интернете я нашел хорошую цитату. Если вы не можете критиковать свою любимую вещь, вы плохо ее знаете. Нужно знать, для чего инструмент точно не подходит. То есть, для чего его точно не стоит применять, потому что вы потеряете просто время. И нужно помнить, что нет универсальных решений. То есть, не бывает такой технологии, которая всегда применима, всегда будет хорошо работать и всегда будет давать результаты. Нужно помнить, что каждая компания, она уникальна. То есть, она зависит от того, кто у вас работает, какие у вас заказчики, какие у вас проекты. То есть, нельзя взять и скопировать, что вот рядом компания, там тоже рога и копыта, мы сделаем все, как у них, у нас все будет круто. Так же, как у них. Не будет, потому что у вас другая компания. Каждая задача по-своему отлично, и поэтому к ней нужно подходить со своим набором инструментов. То есть, нельзя взять ПХП и на нем все писать. Писать порталы, писать эти онлайн-магазины, писать социальные сети, и все. Нельзя, потому что где-то вы наткнетесь на нереальные грабли. Типовые задачи, конечно, можно решать по шаблону. То есть, есть так называемые best practices, есть и bad practices, да. Но стоит убедиться, что это действительно ваш кейс, что это действительно этот шаблон для вашей задачи. Потому что иногда вы можете просто подумать, что он вам подходит, а на самом деле он не подходит. И вы опять столкнетесь с кучей геморроя. И важно понимать, для чего каждый инструмент вам нужен. То есть, если вы этого до конца не понимаете, но начинаете его использовать, вы точно делаете ошибку. Потому что он не принесет того, чего вы от него ожидаете. Но нужно еще помнить, что каждый новый инструмент, он накладывает определенные обязательства. Потому что, пользуясь им, вы тратите свое время. А ваше время, оно очень ценно. Потому что в это время вы могли сделать что-то другое. То есть, и вообще, инструменты, они служат для того, чтобы нам помогать, а не для того, чтобы мы стали рабами инструментов. То есть, я видел такие идиотические ситуации, ну, когда человеку для того, чтобы написать там какую-нибудь одну фичу, то есть он пишет полчаса фичу, а еще потом минут 20 он пишет в нескольких системах разные отчеты, что он сделал. Там он закоммитить надо, там ему надо задеплоить, там ему нужно еще написать отчет начальству, что вот я эту штуку сделаю, потом отослать мейл заказчику. Ну, получается, что, ну, идиотизм. Что 50% своего времени он тратит на какую-то волокиту непонятную. Позвольте себе усомниться в необходимости использовать выбранный подход. Вот, потому что, когда вы думаете о чем-то плохо, вы узнаете это лучше. Вы смотрите на это с другой стороны. То есть, ага, а почему вот этот инструмент мне не поможет решить мою задачу? То есть, чем он плох? То есть, думая об этом, вы, возможно, натолкнетесь на то, что вам придет в голову, что лучше для этого использовать что-то другое. И, ну, это будет... Почему негативно? То есть, я не говорю, что нужно отказаться от этого, но об этом стоит подумать. И тогда, ну, вы будете... Да, вы будете готовы, как бы, ко всему тогда уже. Даже тогда, когда это случится, о чем вы подумали. Вот, и чем проще инструмент, тем он эффективнее. Вот вам пример армейского швейцарского ножа. Он, конечно, удобен в походе. Можно и лодку подкрутить, и там сук срубить, и там, не знаю, что еще сделать, там что-то отрезок колбасы, открыть консервную там банку. Да, это все удобно в походе. Но дома, я уверен, что вы не будете его использовать, вы возьмете консервный нож, чтобы открыть ту же банку. Потому что он для этого заточен. Он только служит для этого. И поэтому, чем проще инструмент, тем он эффективный, потому что меньше возможности сделать ошибку. То есть, вы не можете взять молоток и неправильно им забить гвоздь. Ну, можете, конечно. Но я имею в виду, очень сложно использовать молоток неправильно, то есть, неэффективно. То есть, можно ударить или не ударить. То есть, можно, ну, трудно как-то ударить не так. Ну и главное в любом споре, вот если это, например, холи вор, или вообще выбор технологии, это контекст. Потому что без контекста это как раз и будет холи вор. Классический пример, когда красноглазый линусоид и домашний виндусоид там какой-нибудь спорят, что круче, линукс или виндус. И начинается там шква аргументов, что линукс, он настраивается, он такой вот гибкий, он перформный, он там, я могу сделать таким, каким хочу, и там добиться от него, чтобы он выглядел и делал так, как я хочу. А с другой стороны, виндус-пользователь говорит, что а я зато, мне нравится, что он красивый, что он такой вот за меня все думает, мне не нужно знать, как он устроен, я его поставил в два клика и все. Вот. И как бы мы смотрим, а что оказывается у этих пользователей два разных контекста вообще. Одному нужно простое и удобное использование, другому нужна кастомизация и скорость. И мы смотрим, что спор не имеет предмета вообще, потому что люди о разных вещах говорят и как бы пытаются сравнить технологии там, где нет пересечения вообще. Вот. Поэтому нужно определить вообще при выборе контекст, что мы хотим решать этой технологией. Ты случайно не про максергры, а про виндус? Нет. Я это сам проходил, сам был таким, так что… Вот. Вот я, например, попробую вам предложить такой вариант, что, например, компания ищет какой-нибудь инструмент для того, чтобы это был какой-то веб-проект, который нацелен решать такую задачу, что у нас есть… выпускаются билды, к ним выпускаются релизнотисы, и мы хотим, чтобы все наши какие-то клиенты получали об этом новости на уровне подписки. Чтобы они могли подписаться, отписаться, и чтобы им было удобно пользоваться мобильным телефоном, лаптопом, компьютером и так далее. То есть для меня очевидно, что в контексте вот этой задачи лучше всего подойдет Твиттер. Потому что он умеет это все сделать. То есть и ничего не надо лишнего городить. И более того, в нем нет ничего другого уже, что он умеет делать. То есть он умеет только это, и это хорошо. Потому что когда инструмент умеет больше, чем вам нужно, это иногда мешает. То есть вот неправильным бы примером было бы использование Фейсбука. Потому что тут добавляется, мы можем френдиться, мы можем обмениться картинками, нас забивают рекламой, нам предлагают поиграть в какие-то игры. Это всегда нас отвлекает от того, чтобы просто заниматься чтением и выкладыванием новостей. Находите технологию в контексте вашей проблемы. Ну и перейдем к методологиям разработки. То есть так как методология в принципе вещь важная при разработке, то есть неправильно выбранная методология сделает вашу разработку неэффективной, потому что вы неэффективно будете использовать ресурсы, которые у вас есть. То есть если посмотреть на слайд, то можно увидеть, что есть такие, например, технологии как Waterfall и Agile. И они немножко разные задачи решают, поэтому не стоит их вообще пытаться сравнивать для решения одинаковых задач. Одна технология решает то, как выполнить какие-то рекламенты в контексте выбранных ресурсов и времени, а Agile решает, как все-таки сделать те фичи, которые мы хотим сделать, но мы можем как-то менять время и ресурсы. Может быть, я что-то не так понимаю, но примерно так. Или наоборот. Ну и поэтому нужно правильно подобрать, какая технология вам подходит. Иначе у вас опять получится процесс ради процесса, что опять сделает очень много оверхедок. Как это по-русски? Все время слышал слово оверхед, но не знаю, что это по-русски. То есть это когда вы делаете какую-то лишнюю работу. Переработка. Ну да. Избыточность. Да, правильно. Первый – это Waterfall. Он был придуман в 1970 году. Я не буду распространяться, что такое. Думаю, все это знают, все об этом читали. То есть и в принципе имплементация этого подхода – это ROOP, Rational Unified Process. И в принципе все здесь круто, все хорошо. Можно было бы использовать. Слушай, ROOP, они сами признают, что они уже оперативные процессы. Да, в принципе, можно поспорить, но если взять тот же Waterfall, то когда он придумывался, то в принципе автор в конце своего доклада сказал, что вот вам хинты, как сделать этот процесс итеративно, просто его никто в то время не послушал. ROOP как раз дошел в конце концов до этого. Вот. Что можно сказать об этом процессе? Да, конечно, мощно, вдумчиво. Все будет надежно, как говорят авторы. Но проблема в том, что большинство заказчиков не дождутся этого проекта. То есть никто не хочет видеть результат через полгода, заплатив вперед. И также никакая компания не возьмется за работу на полгода, не получив за это еще ни копейки. Вот. Поэтому есть проблема. Есть еще такая же проблема, что, например, если у вас пришел человек, говорит, мне нужен онлайн-магазин. Он еще даже не знает, какой ему нужен онлайн-магазин. Он знает, что ему нужно продавать на нем. Но он не знает, какие в нем будут фишечки, как на него клиент будет заходить, как он будет работать. Он не знает этого. И тут Waterfall ему абсолютно не подходит. Потому что, в принципе, это агильный клиент. И еще одна есть мелочь, которая тоже является минусом в этом подходе, что такой клиент ни в коем случае не будет читать ту тонну документации, которую вы напишите для этого проекта. То есть вы ему напишите 100 страниц на проект, у которого бюджет 1000 евро. Это смешно просто. Аджайл. Аджайл появился в 2001 году. Здесь вот перевод манифеста. Я не буду рассказывать. Тоже очень много у нас. У нас есть целая аджайл конференция на эту тему. И здесь много докладов было. Я расскажу о том, когда его не стоит использовать. Не стоит его использовать для крупных заказов, крупных проектов, когда у вас проект, например, на миллион долларов. Конечно, не каждый может похвастаться таким проектом. Но для таких проектов очень неэффективно использовать аджайл. Потому что он вам дает гибкость, он вам дает быструю реакцию на изменение требований. Он вам дает возможность пожертвовать какой-то документацией, чтобы увеличить скорость. Вы делаете быстренько фичи, прототипируете их, потом быстренько их доделываете до полноценных фичей. Но это не будет работать, если заказчик хочет знать цену вашего проекта, особенно если он стоит миллион долларов. А вы эту цену не можете назвать, пока не сделайте детальный анализ. Не, ну я говорю абстрактно. Нет, ну я имею в виду, что там примерно миллион, но заказчик хочет знать все-таки как-то более точную цифру, что стоит 800 тысяч или миллион 300. Более того, заказчика еще интересует, когда вы эту фичу когда вы этот продукт сделаете вот в случае с agile вы не скажете когда вы его сделаете потому что вы не сделали детального анализа вы не заложили все риски вы вы не знаете ну потому что это процесс который развивается по ходу а вот а вот случае вот такого большого проекта как раз заказчик знает что он конкретно хочет и более того вы подписываете контракт на конкретный продукт подписывая такой контракт это все должно быть пунктами задокументированы чтобы эти пункты прописать вам опять же нужен детальный анализ всего иначе юристам просто не с чем работать чтобы это все заверить вот поэтому в больших проектах в принципе чаще agile не годится вот скрум скрум технология прикольная скажем так скрум это одна из технологий которая подписалась под agile манифестом то есть так же как и extreme программе в принципе то есть они скрум они говорят что мы часть agile вот скрум появился как ни странно восемь шестом году не знаю знают ли это все этот факт то есть он немножко младше меня но так как он появился в японии то до нас он дошел намного позже до нас он дошел только в девяносто четвертом году вот и вообще откуда появилась скрум в то время менеджеры заметили что маленькие команды и многофункционально многофункциональные команды они работают более эффективно а значит если они работают более эффективно они могут давать лучший результат и как бы их удобнее менеджить вот и в принципе всю эту идею автор взял с игры регби и сам то слово скрум она обозначает вот этот рюкбийский термин толкотня вокруг мяча вот да не там за него толкаются вот то есть скром это такой тимплей такой реальный вот но есть проблемы в том числе которые наблюдаю наблюдаю сейчас нашей компании где скром плохо применим я не знаю пусть пусть он нам скажет вот какие я вижу проблемы что очень часто команды значительно больше семи человек как говорится теми людьми которые рекламируют скром то есть например у нас команды там больше 11 человек и это намного уже менее эффективно работать таких командах ну не от меня зависит к сожалению есть какие-то констрейнты которые но от тебя иногда не зависит команды часто не являются независимыми то есть ресурсы шарится между несколькими командами ты одной ногой там одной ногой там и тут еще пытаются каждую команду скромить это фигня как это получается команды часто распределены географически то есть пол команды можно находиться вообще в штатах или чаще всего находится заказчик штатах а инженеры все здесь то есть а учитывая что команды это как бы заказчики кей и тот какой-то представитель заказчика они сидят все в одной комнате и все это вместе решают распределенность этой команды она как бы сводит на нет все плюсы скрома вот еще как бы говорится о том что спринт никто не вмешивается но все-таки вмешивается чаще всего вмешивается вот часто менеджеры противятся тому чтобы фирме вводился скром потому что тут уже чисто политическая тема их роль уходит на второй план они уже не решают все потому что команды в принципе самоорганизованы их дополнительно организовывать не надо они им поставили задачу они задачу хорошо решили то есть задача тут менеджера принести им вот этот вот пул задач которые они переработают и выплюнут вести их по всему по всему спринту менеджер принципе не нужно именно поэтому сами менеджеры не заинтересованы терять свою роль в компании они будут противиться еще часто находятся люди которые просто не любят работать таких командах а это ну скромно очень тесная как бы вообще работа между собой и есть люди которые являются интровертами они просто хотят чтобы принесите мне пожалуйста задание я его сделаю и не трогайте меня вот есть такие люди в любой фирме есть такой человек да и вот ну как бы такие люди они будут плохо вписываться в это вот ну и чисто мое мнение что все-таки 18 процентов времени в крайне уходит на болтовню последний я последние четыре пункта описывают все митинги если взять двухнедельный спринт это болтовня не ну там еще на курение уходит то есть то есть времени будет то есть то есть реально больше 18 процентов получается я бы не сказал а тем более что все зависит от того кто работает я например считаю ну если касаться скрома я считаю что например не нужен daily скром потому что в принципе проблем может быть не быть который обсуждать если это реально профессионалы люди и все каждый ну хочет работать и умеет это делать то можно делать вот такие скром митинги можно сказать event driven то есть появилась проблема собрали команду решили проблему разошлись вот я об этом и говорю и тогда когда вы делаете это необязательным вы как бы экономите время а для этого есть как раз уже уже инструментарий что введите инструмент который тречит как бы работу каждого и все станет прочь очень просто я не буду рекламировать конкретной технологии но есть есть технологии которые решают есть такие вещи как трек есть такие как редмайн одна одна фирма в которой работал сама написала такой такой продукт который вообще-то ручок саша знает то есть есть инструменты которые это решают и решать лично проблемы того кто что сделал с каждым это намного проще чем собирать всю команду и ждать пока каждого читается ну это мой опыт чем он чем он обменивается когда он просто каждый говорит что он делал что он будет делать я не вижу обмена опыта на практике я видел это мало может быть это происходит но от людей зависит то есть я вообще в принципе говорю немножко негативно обо многих вещах но то есть просто чтобы подчеркнуть что это не является панацеей они потому что это плохо конечно ну много где это все работает работает отлично просто нужно подумать о том что не всегда этой решает это решает те задачи которые вы хотите решить вот я скажу что я наоборот чаще слышу что говорят что этим можно решить все и забывают опомянуть когда это не решает проблему либо 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 об этом говорят но этого не слышат просто вот экстрим программинг и вот здесь я знаю очень сильно любят очень много было лекций по его потом по потому как это хорошо но я тоже заметил ряд проблем которые с ним связаны это что пропуская фазу детального анализа ну можно натолкнуться на такую классический случай когда вы собрали компьютер а процессор в мамку не входит потому что вы не проанализировали вообще вы вы как бы делаете каждый свой компоненцию нормально собираете все раз они составят почему-то вот потому что не сделан нормальный анализ проекта вот еще много говорится рефакторинге но я считаю что это не сама цель вообще рефакторинг надо рефакторить плохой код то есть я лично я был совсем не знаю года три-четыре назад я был фанатом рефакторинга я рефакторил все и везде и в принципе могу этим заниматься бесконечно и над любым кодом могу издеваться очень долго но другое дело насколько продукт станет лучше от этого это такая вещь неизвестна поэтому не стоит рефакторить все все-таки нужно рефакторить то что действительно плохо и то что мешает я сколько слышу людей которые говорят об экстриме они всегда говорят что видите плохо рефакторите видите что что-то не так рефакторить иногда еще рефакторинг вас уводит в такие дебри что это еще и съедает нереальное количество времени вы нет вот ну еще проблема что вы не знаете до конца каким будет продукт в итоге вы его делаете и вы его меняете по ходу поэтому каким он будет в конце вы знаете только примерно но вы не знаете что это будет точно ну а вы не можете прогнозировать финальную дату но это я уже говорю в принципе об аджайле то есть есть такие вот появляются эволюционные баги сколько не говорили о том что тесты решают проблему не всегда не решают потому что нет такого понятия как достаточность тестов слишком много писать тестов это плохо потому что вы будете много времени тратить на тесты слишком мало плохо они все не тестируют вот как раз на прошлой конференции андрей говорил что такое эволюционные баги когда один поправил другое поправил третье поправа потом вы боитесь уже менять потому что вы не знаете что сломается ну а я видел как раз результате этого не всех можно оставить в паре но это камень сторону парного программирования но об этом тоже уже говорили уже даже отдельный доклад был смена заказчика может привести к кризису тут я как раз хочу привести пример вообще самого рождения экстрима это компания Chrysler который принц проект закрылся когда ушел заказчик потому что он у него с собой ключевые знания от того о том куда мы все идем потом люди остались они не знали куда они идут проект закрылся я вам говорю пример а а той компании в которой родился экстрим программинг фирма Chrysler да на проект mc3 можно почитать в википедии после этого он нет до того как проект закрылся в 2000 году в девяносто девятом году все-таки успели написать книгу экстрим программинг и принципе многие поддержали и как бы представители вот вот этой и как бы новые технологии они подписались под джава манифестом ну как бы много где нашло применение то и я считаю что в принципе вполне оправданно вот ну и не всегда проект можно поделить на мелкие релизы как это рекламирует экстрим программинг то есть есть такие проекты где все-таки релиза не более долгие и там скажу за две недели мы что-то сделаем ну это бывает просто нереально вот ну в силу того что проект просто крупный например вот но не только важно выбрать правильную методологию разработки и правильно управлять свои ресурсы но и правильно подобрать язык программирования тут я нарисовал всем известную вавилонскую башню чтобы напомнить притчу как люди захотели построить башню до небес богу это ужасно не понравилось он наделил людей разными языками они перестали понимать друг друга у нас программирование намного хуже вот в наш в нашем программинском кругу все намного сложнее языки еще не просто делятся на разные языки но еще и на области применения вот и поэтому для нас это еще сложнее чем для строителей вот этой самой башни иногда два человека которые пишут например на низком уровне на высоком они друг друга не поймут даже если будут говорить там на английском или на русском потому что они далеки друг от друга вот и начнем с траслируемых языков это перл для чего вообще появился перл перл появился одним таким сис админом который был очень энергичный хотел много сделать много полезного и у него была задача у него было несколько юнис машин которые производили какие-то логи и у него была задача собрать эти логи собрать все перекрестные ссылки и выплюнуть какой-то там статистический отчет он поковырял в голове подумал как это делается делалось тогда как минимум тремя языками подумал он не годится этот подход надо придумать что-то свое но в итоге родился первым вот язык стал сразу популярный в принципе и сразу стал частью юникса и всех потом платформ которые на его базе выпускались но если с вообще программисты кто пишет на перле вы пишете веб на перле веб проекте ну мне кажется вы маньяки потому что потому что сам язык ну как бы он предназначался для того чтобы работать с текстом обрабатывать его работать с операционной системы и работа с ним на высоком уровне особенно на уровне архитектур ну чисто мне кажется это неудобно вот тут я перечислил проблем вообще ну ну да но я имею ввиду именно с поиском заменой и да вот и регулярно выражение мы обязаны как раз первую вот это все круто вот но вообще это не только первое относится этот язык транслятора значит будет проблема с производительностью то есть он проигрывает сильно тем языкам которые компилируются и это за за очень заметно на больших нагрузках вот нет нормальной идея потому что язык не имеет строго типизации мы просто не можем предугадать что это за объект будет или что это будет за переменная в принципе с объектами большая беда многие вещи делаются через хаки даже я видел книги есть хаки первых то есть ну ну и как бы чисто как прикол что шестая версия уже выходит 10 лет ну да чисто чисто мой как бы experience первым был где-то году в 2002 когда я решил написать такой вот свой вебмин как интерфейс управления линк сервером и все было круто все было удобно все было хорошо но кончилось все плохо когда через полгода я хотел поменять логику я не узнал свой код честно говоря не знал с какой стороны за него браться потому что язык имеет ну просто жуткий синтаксис и при том что вы можете конечно в строчку поместить то что помещается обычно на страницу текста в другом языке но по-моему потом проще прочитать эту страницу текст на другом языке нежели чем эту строчку на перле можно ну в принципе первый первый до сих пор очень популярен он используется в униксах как хриптовой язык и он очень хорошо выполняет свои задачи что делать да но не стоит вот именно архитектуре на нем городить потому что потом черт ногу сломит том что получилось я например не знаю как у нас есть фирма которая там для портов пишет какие-то приложения на перри я не представляю как они это делают вот но большими вещами но это когда у вас когда у вас там десятки компонентов там сотни классов там да но когда вам это как-то видеть эту картину в целом особенно когда вы залазите в чужой код это же осталось так руби руби появился тоже кстати очень давно это уже в японии появился в 93-м году но до 97-м году он не выходил за пределы японии и поэтому поэтому мы мы о нем узнали только в 97-м году в принципе руби делался под впечатлением первого и у автора была простая задача он хотел сделать в принципе похожий на первый язык но понятный с простым синтаксисом и чтобы он был объектно ориентированным принципе я считаю что все его задачи были достигнуты и получился очень даже симпатичный язык вот но опять же язык является транслятором это проблема с производительностью это нет хорошей идея при этом я хочу добавить что мало хостинга до сих пор который поддерживает руби публичного хостинга до сих пор мало девелоперов которые на нем пишут хотя вот комьюнити очень сильно растет сейчас и это радует вот ну и миф о том что лаконичность языка реально ускоряет разработку нет не ускоряет можно но обслуживать его обслуживать но ты ты потратишь свое время или на не наймешь человека это уже проблема если у тебя бюджет 500 крон на проект например а он же тоже не имеет строгой типизации в принципе хорошо вот про один хороший я знаю хороший тул но не идеальный то есть так как в джаве он не сможет и две себе вести уже уже джеруби это уже поверь джава все делать то есть как раз я про джеруби хотел упомянуть что это как раз то наш ну как бы на что я сейчас обращаю внимание что мне нравится то то что например я вижу будущее за этим это как раз смесь руби и джавы что выливается в джеруби а то что мало хостинга и мало людей и ну как бы мне например жаловались мои знакомые которые искали людей на проект по руби и они столкнулись с тем что люди реально дороже чем пхп девелоперы и надо иметь свой хостинг и тут как бы они подумали что насколько это разумно вот пхп сегодня у нас пхп я о нем расскажу появился он тоже в девяносто шестертом году кстати на год позже чем руби и он как раз задумывался одним датским товарищем который просто хотел иметь свою страничку и хотел что там было несколько форм чтобы он считал с посетителей и до какого-то момента он использовал первую но потом подумал что очень неудобно сделаю что-нибудь более такое простое чем легче пользоваться то что решает мои проблемы и в принципе он сделал вот такой язык пхп но он был слишком узко специализирован и поэтому в девяносто седьмом году его переделали вот переделали два товарища из израиля наградив его уже более мощным синтаксисом более как бы большими возможностями и вот тут происходит бум за первый год он занимает 10 процентов веб серверов всего мира и мне кажется просто это был он попал в удачное время еще не появилась джава тогда вот проблема все те же что есть у руби и у первого транслятор производительность нехорошей идеи к этому еще добавляется кривое ОП некоторая корявость языка язык никак не организовывать программист он дает ему воля делать что угодно в итоге он что угодно и делает не знаю я использую зэнд но даже она не идеальная зэнд сейчас уже на эклипсе основана вот но она не решается мои проблемы потому что опять же язык не знает что у меня будет в этом объекте через минуту можно да можно но до конца это проблему не решает это так не не так удобно как то в джаве например то есть ужасная реализация работы с xml я сколько с ним работал я плевался не очень удобно и тогда особенно проблема когда работаешь с коллекшенами ты не знаешь что будет там объект или коллекшен или у тебя вообще ничего не будет то есть всегда приходится перепроверять и бывали такие проблемы ну и последнее это недопрограммисты это то есть люди то есть не хочется никого обидеть но есть такие люди которые а залабая свой сайт прочитал там мануал там на пять страниц потом как написать свой сайт на PHP сделали такую мешанину кода и HTML и вывесили и считаются программистами идут устраиваться на работу потому что надо бы деньги зарабатываться да но на этом языке их больше всего да можно не не он просто берет короче спдкод и перегоняет и исполняет блок код который потом уже обходится этот лекций ну хорошо хорошо он может хранить фейсбук он просто сделал хороший сквобилити это пример в принципе такого большого блога он не делает никаких сложных вычислений не делает каких-то сложных вещей таких он просто блок в принципе не знаю насколько это хороший пример но там нельзя хранить объекты в памяти ну долгое время то есть как мы знаем например джава бины там и все такое то есть такого нету ни в одном трансляторе вы можете конечно на пхп написать свой демон но по-моему это немножко уход не в ту сторону по-моему это если бы если бы если бы если бы если бы если бы то то просто бы порог храждения в пхп возможно вот и поэтому я не против языка пхп я в принципе сам пишу много на пхп поэтому меня вот антон назвал оборотнем вот но для меня это язык как бы язык прототипов то есть я использую пхп для того чтобы быстренько налобать аппликачку на коленке может быть прийти к заказчику сказать вот у меня есть решение давай денег он покликал пощелкал говорит о прикольно или не не прикольно вот как бы потом уже когда я уже уже знаю что мне за этот проект заплатят я могу сделать там либо дальше на пхп либо если я вижу что это будет сложно на другом языке сделаю а почему я так делаю потому что по статистике 80% не доживают даже до демо версии это статистика мировая проект 80% проектов не доживают ну как бы даже до прототипов поэтому не стоит просто затрачивать усилия на более сложных языках лучше это быстро сделать на пхп показать и двинуться дальше то есть времени наверное мало ну про C++ я думаю все знают и тут рассказ особо много не надо вот ну его проблема в принципе больше всего в том что он слишком низкоуровневый нужно работать с памятью нужно работать с указателями есть много мест где можно ошибиться если вы не великий гуру в C++ вы обязательно у вас где-нибудь потечет память у вас где-нибудь завалится аппликачка вы столкнетесь с крышами не хочется этим заниматься когда вы занимаетесь ну занимаетесь решением какой-то прикладной задачи лучше взять язык какой-нибудь более специализированный для этого вот ну и как бы все остальное вытекает ну при этом еще он не всегда ведет себя одинаково на разных ОС приходится что-то define они там в FNDF там вписывать какие-то вставки для языка ну и чтобы его разместить нужен опять же специальный хостинг потому что нет хостинга по C то есть вам нужно либо доступ чтобы запускать свою аппликацию как демон либо запускать через CGI что тоже накладывает определенные ограничения Java да Java это наше все но но тоже не все так идеально Java в принципе появилась изначально для девайса в 91-м году и только потом в 95-м году она стала для PC-шек вот и только в 99-м году появилась G2EE которую мы все сейчас любим холим и лелеем но стоит ли на Java писать все нет не стоит потому что Java проект это медленный старт вы дольше всего будете писать прежде чем получится что-то готовое ниже чем там на PHP на Ruby там долго долго настраивать сам проект есть проблема деплоя потому что до сих пор нет нормальных контейнеров которые работает hot deploy и сервер не завалится через 20 деплоев это контейнер под которым бежит все это дело ну язык он вам накладывает необходимость использовать GVM поэтому это за собой тащит вот поэтому с деплоями большие проблемы я в каждой компании встречал и в большинстве случаев это решается тем что обычно делается заливка через SSH и рестарт там том ката дж босса там или что-нибудь еще вот тут как бы не хочется сделать рекламу но вот говорят что есть gerable который это решает не знаю я пока не пробовал но обещали дать релицензию обязательно попробую также проблема опять же с хостингом и потому что он требователь к ресурсам и как раз из-за проблем с деплоем что нельзя аппликации реальных юзеров разместить на одном сервере потому что если человек будет заливать свою аппликачку и захочет его рестартануть он рестартанет все аппликачки ну естественно никто не будет счастлив от этого можно но тогда у вас никаких ресурсов не хватит на этом сервере учитывая что в большинстве случаев нужно там минимум 500 512 мегабайт оперативной памяти то больше 6 контейнеров ну то есть это это не выгодно самим хостерам я скажу так делать такие сервера поэтому обычно обычно виртуальный хостинг заказывают если это маленький проект либо это ставят свои сервера уже если это большой проект вот если маленький хостинг то достаточно помнить google application на который будет достаточно я не пользовался google application engine поэтому не могу спорить в этом случае конкретно вот ну это одна из таких технологий которые с чего это начиналось java они не прижились и в итоге ну почему они тянутся за собой уже с 95 года плюс это долгое обучение это нет нормальной визуальной среды разработки именно гуи вот если кто то знает скажите мне потому что я уже ищу не первый год и так не могу найти потому что то что то что использовал я это жутко неудобно и вот как как например чтобы мне было удобно это если бы был бы delphi для java то есть может кто-то уже не помнит но я много о нем рассказывать не буду просто расскажу о том что он умер я знаю да ну времени мало не буду рассказывать просто я сам я сам писал любил этот язык но я почему не хотел сказать что для меня это было самое лучшее воплощение вообще графической среды разработки то есть он был самый удобный для меня и жалко что он умер у джави есть чему поучиться можно сказать у него ну и многим другим вот дотнет это в принципе попытка микрософта сделать свою джаву вообще мне микрософт иногда напоминает вот этот ролик про киркорова и ремейки потому что сначала микрософт что-то тырит потом это выкладывает в общее пользование а потом судится со всеми кто пытается как-то хоть чуть-чуть по-своему это использовать то есть ну очень напоминает ситуацию вот и в принципе они это сделали этот дотнет только в пику джавы потому что в свое время мне дали сделать свою джаву там был очень большой судебный процесс вот но проблема в чем в том что он не такой же производительность как хотелось микрософту я не знаю если среды разработки не под windows и на и насколько у них удобно работать если они есть для меня минус это то что микрософт решает чаще всего комфорт за счет возможностей но это вообще такое свое видение компании микрософт он требовательных ресурсов но и большой минус это то что платный де это сразу в большинстве случаев нет я честно дотнетом не пользовался это то что нашел в интернете так что конкретно здесь люди говорят да значит не зря вот ну я быстро расскажу про базы данных тут времени совсем мало то есть база данных это тоже вещь которая влияет на успех проекта потому что неправильно выбранная база данных может вам просто завалить проект тем что она либо не будет справляться либо сожрет нереальное количество денег если она не нужна такая вообще стоит подумать нужна ли вам реляционная база данных потому что часто я переоцениваю некоторые свои прошлые проекты и оказалось что я мог бы обойтись вообще xml db какой-нибудь noise ql решением или вообще илдап сервисом вот какие-то там статические задачи можно решать вообще rdb это ну они просто собирают статистику дают вам потом результаты для графиков то есть нужно подумать нужна ли вам вообще реляционная база данных ну и тут как бы четыре базы данных это mysql со своими проблемами в том что он не скейлится тем что там optimize table это сакс реальный нет пользовательских типов у него есть как бы кластеризация но работает все реально не очень круто так как mysql был куплен ораклом то оракл не сильно заинтересован развитие этого нет нормального backup solution как и любой в принципе бесплатной базы нет хороших инструментов нет есть enterprise support не можно зарегистрировавшись вот есть после которые в принципе очень часто применимо ну опять же тоже то же самое вакуум сакс реальный уступает в масштабируемости тонкой тонкости настройки оракул уступает в простоте mysql меня что бесит это если хоть один открытый connection есть в базу и невозможно убить или что-то с ней там да можно но как бы меня это не делает счастливым я хочу пользоваться очень просто и open source что будет с вами завтра у меня был пример мой один знакомый использовал postgre всегда и везде и был очень рад этому этому что вот бесплатная база решает самые проблемы и как-то ночью ему звонит заказчик у нас на продакшен не проблема разбирайся человек провел неделю бессонных ночей и никто ему не мог помочь почему потому что только консорс никто не за столом не отвечает вот в итоге компания сменила postgre на коммерческую базу данных где есть упор где вам всегда придут на помощь то есть ну иногда но то есть вот но это это риск это всегда риск потому что покупая лицензию орака вы всегда можете требовать здесь нет кого требовать вот но и проблема оракл они они все известны всем точнее всем известны и плюсы но проблема одна это нереально дорого это очень дорого есть но не для бизнеса ну в общем в общем тогда лучше используйте mysql или postgre можно есть есть проблема того что долго учиться потому что реально много учиться или дорого учиться тоже потому что курсы стоят нереально сложность сложность установки и настройки сложность администрирования чаще всего надо иметь выделенного человека это тоже дорого причем эти админы стоят тоже недешево она очень требовательна к ресурсам ну и хотелось бы упомянуть что кластеризация если ее делать там все по уму она требует все таки вмешательства в схему базы данных потому что там нужно уже и объяснять как в кластерах ей размещаться вот есть есть еще есть еще микрософтовская как бы база данных но в принципе это тот же клон оракла который они все время купили вот я не знаю может быть эти данные немножко ауддейте потому что довольно давно последний раз сталкивался но основная проблема что она платная тоже требовательных ресурсов ну в интернете пишут что она нестабильна и проблемы при больших нагрузках не знаю на сколько сейчас актуально а видел проблемы в том что подружить ее с gdbc очень сложно то есть я находил только способы через какое-то третье звено ну значит уже решили вот но для меня что проблема это то что эта база только под windows это очень сильно ограничивает потому что например нет возможности выбрать файловую систему она очень много определяет тот же ntfs намного менее стабилен и по скорости проигрывает там x3 например partition или razer fs это не одна база данных в принципе если вдруг как можно использовать никакую файловую систему она все равно внутри файловой системы фигачит свое что-то один какой-нибудь файл то же самое с Microsoft SQL это один файл который просто только находится где-то ну не один я скажу mysql на каждую базу отдельный файл например делает mysql делает на каждую базу отдельный файл почему актуально Oracle например есть возможность вообще сделать свою файловую систему и в ней работать но вы ограничиваете файлы системы ntfs то есть она накладывает ограничения вы используете ресурсы операционной системы чтобы получить доступ к файлу как же вот ну и коротко я хотел рассказать в виде заключения про такую технологию как xml часто ее использовать неправильно из-за того что ну как бы xml это все круто это нам наше все это нам нужно это способ сериализовать данные передавать но я не уверен что всегда нужно использовать именно xml для того чтобы сериализовать и передавать данные xml нужно использовать тогда когда вы собираетесь его трансформить когда вам нужно делать какие-то экспансы запросы и так далее очень часто например xml используют для того чтобы хранить конфиги я бы например рекомендовал это делать в джаму это удобнее это читаемый а? да нет он реально короче читаемый читаемый да вот так же как так же как и при обмене между веб-сервисами предпочтительней иногда использовать не xml а json потому что он как минимум короче чуть ли не в два раза вот там намного меньше мета данных и это разгружает как бы машины на обоих сторонах а для javascript это вообще шоколадно потому что это для нее родной формат который сразу в объектную модуль превращается вот ну и хотелось бы немножко совсем коснуться про такие вот например примеры как SOAP сервис когда его не стоит использовать в таких случаях это вот красным выделены реальные данные которые мы хотим передать видите сколько мы лишнее передаем поэтому иногда лучше взять rpc или rest но не всегда это возможно потому что я бы тут вообще разделил эти области так что SOAP он хорош для публичных сервисов потому что он строго описан у него есть стандарты и в принципе везде он будет использоваться одинаково при этом у него есть в sdl-дескриптор который вам расскажет им пользоваться rest service его лучше использовать для интеграционных каких-то протоколов то есть когда есть две компании они между собой могут договориться потому что он до конца не описан и нужна все равно какая-то коммуникация между компаниями но есть rpc еще старый классический который стоит только для внутренних каких-то протоколов использовать потому что ну вообще нет никакого стандарта и вы каждый лепит что хочет вот ну и напоследок хотелось бы что вам сказать что это случилось вот выводы относитесь к продуктам которые решают все ваши проблемы с долей подозрительности чаще всего они этого не делают это просто маркетинговый ход какой-то компании которая хочет там втюхать втюхать что-то что у нее хорошо получается но еще довесить к этому еще куча другого не привязывайтесь к определенным продуктам то есть смотрите объективно на вещи не следите за модой думайте о пользы ни один рассказ коллеги или статья в интернете не заменит вам личного опыта всегда пробуйте пробуйте экспериментируйте и только тогда вы будете точно знать что это работает или это не работает не верьте догадкам верьте тестам очень часто люди предполагают что а вот при такой нагрузке там например в 10 тысяч юзеров моя mysql база не справится значит мне нужен оракл ну по моему это бред потому что во первых вы не знаете какие у вас запросы вы не знаете какой процессинг и нагрузку на ресурсы это даст поэтому надо сначала проверить а потом уже говорить так это или не так ну и всегда выясняйте для каких задач инструмент не годится тогда вы избежите на корню многих ошибок спасибо а пхп конечно но ну ну то Продолжение следует...